Я открываю нашу дискуссию и, пожалуйста, вопросы, комментарии, да, пожалуйста. Микрофон, как удобно, в самом деле. Я хотела бы, честно, во-первых, поблагодарить организаторов этого симпозиума, потому что, честно говоря, наверное, первый раз мы встретились с такой большой представительной командой, где были представлены и молекулярные биологи, и клиницисты, причем самых разных областей, и разработчики. Вы знаете, это действительно очень приятно, потому что, по-моему, даже не поднимали на своих гастроэнтерологических конгрессах ни разу вот так эту тему в такой красе и в такой обширности. Это первое. Второе. Все-таки с анамнезом клинициста я хотела бы все-таки, несмотря на такие успехи фекальной трансплантации, все-таки давайте оговоримся сидящим здесь в зале, что пока этот метод Минздрав в Российской Федерации не проведен. И поэтому это действительно является пока терапией отчаяния. Например, в гастроэнтерологии, конечно, мы не говорим о больных, тяжелых, болезнях крона и, соответственно, язвенным колитом, потому что там есть четко эковские и российские рекомендации по использованию тогда биологической терапии, а фекальная трансплантация все-таки в нашей такой группе в большей степени применяется при ванклиницино-резистентных штаммах ванклиницино-резистентности к ластридиум-дефицилий инфекции. Вот это пока еще одно из таких вот показаний. Поэтому все, что, наверное, здесь говорилось, это все-таки в рамках, наверное, специально-этических рекомендаций этического комитета и возможности проведения научных исследований. Это второе. Очень проимпонировал, опять же, с таким мультидисциплинарным подходом, но мы все равно все время сейчас в большей степени говорим о методе секвенирования. Мне очень понравилось, как сказал Игорь Олегович, тоже при трехкратном, как говорится, исследовании, чтобы не было артефактов, мы можем о чем-то говорить. На мой взгляд, методом секвенирования он обязательно должен дополнять. Эта структура, да, структуры без функций не бывает. Поэтому метаболомика – это должно быть в совокупности только с секвенированием. Мы проводим очень много работ параллельных метаболом секвенирования и проводим давно. Я первый раз только услышала, что КЖК у нас определяется в недавнем прошлом. Я этой проблемой занимаюсь, извините, с 90-х годов прошлого столетия. И поэтому, наверное, все наши разработки – это 10 патентов, это, соответственно, технология, проведенная через Минздрав и зарегистрированная в 2006 году, где мы КЖК как раз применяем для, во-первых, не только описательных состояний микробиоциноза, но и для верификации различных нозологических форм, в частности, в гастроэнтерологии, для подбора индивидуальной терапии. Но что я хочу сказать про секвенирование и про метаболом? Потому что полученные наши данные не всегда говорят о том, что мы видим при секвенировании с метаболическим обеспечением вот этого функционального состояния. И если, например, сильнейший бутерат анкермансия, она, например, верифицируется до и после лечения, мы иногда совершенно не наблюдаем метаболического профиля. Это первое. И последнее, то, что я хотела бы сказать, все-таки однобокость – это не наша должна быть задача в будущем, потому что мы сейчас рассматриваем микробиоту просто на новом витке. Мы должны проанализировать, во-первых, то, что у нас было, и чтобы не было вот такого запирательного движения секвенированием, как это было сделано в бактериологии, мы должны все-таки смотреть целостно на проблему. И в своем докладе я все-таки сказала, что мы должны оценивать три функциональные части. Во-первых, так называемый феномен молекулярной мимикрии, то есть наша микробиота с нами имеет совершенно одинаковые вот эти вот включения. Второе – это реализация не только самих микроорганизмов и даже их метаболической составляющей, но это еще и плюс реализация через генетически детерминированные нас «Толк-лайк» и «Ноткарт-рецепторы». Понимаете, это хотя бы три позиции. Но, а мы пока еще, знаете, как если говорить по антидюрингу, каждое следствие является причиной по отношению к последующему следствию. Мы с вами пока работаем на коротких отрезках. Пусть они складываются в незначительные большие кусочки, но пока мы целостность не охватываем. А нам надо вот такими симпозиумами и форумами все-таки приходить к пониманию нового понимания роли микробиота. Потому что не очень согласна, что надо фекальную даже трансплантацию от себя самого на аутоштаммах брать перед, например, антибактериальным или химиотерапевтическим лечением. Там уже есть измененная микробиота, которая запустила все эти процессы. Как предлагает профессор Шендеров, нам надо пока мы молодые, прекрасные, здоровые, вот тогда замораживать свои фекальные образцы, которые нам помогут тогда уже выздороветь в случае недуга. Спасибо вам большое. Я прощаюсь, потому что как перелетная птица. Спасибо большое, Мария Дмитриевна. Да, пожалуйста. Очень коротко, потому что я сюда, да, Татьяна Юрьевна, что цепь? Я постараюсь ложиться в две минуты. Берштейн Юрий Михайлович, Центр онкологии имени Петрова. Я эндокринолог. Значит, первое, что хочу сказать, я не всю сессию, к сожалению, слушал. Я не слышал слова коморбидность. Вот, например, это касается доклада, посвященного колоректальному раку, доктор Захаренко. Не он конкретно, а просто сама идея. Но ведь, например, у больных колоректальным раком довольно часто наблюдается диабет. Они лечатся антидиабетическими препаратами. Это один пример. Второе, вот то, что говорил Роман Васильевич, иммунотерапевтические препараты. Они, как известно, обладают некоторыми эндокринными последствиями. Тем же вызывают некоторые из них развитие диабета. Прежде всего, первого типа. Там тоже люди пользуются антидиабетическими препаратами. Мне кажется, нельзя изучать микробиом, если он о кишечном мы говорим, или о любом другом. Не учитывая эти вещи. Спасибо большое. То есть, надо как бы на это обращать внимание. Соответственно, можно даже без эндокринологов. Спасибо большое, Лев Михайлович. Без эндокринологов никуда. Спасибо. У всех тайминг. Спасибо. Да, пожалуйста. Спасибо большое. После ваших докладов у меня возникла шальная идея, не водить ли некоторым зависшим больным от здорового донора. В общем, в связи с этим такой вопрос. Вы в своих докладах сказали, что после традиционных пендов фекальная трансплантация. Если бы вы не были связаны клиническими рекомендациями, чаще ли бы вы стали применять фекальную трансплантацию как терапию первой линии? Ну, это вот, наверное, вопрос к Олегу Голощапову. Олегу Валерьевичу. Да. Оцениваем, наверное, сначала противопоказания. Наверное, это тот метод, когда мы в первую очередь, рассматривая пациенты, проведение трансплантации фекальной микробиоты, оцениваем противопоказания. А только потом, соответственно, переходим. Традиционные методы работают или традиционные методы не работают. Наверное, вот так. Наверное, не чаще. Только по необходимости. Все-таки я думаю, что у вас трансплантацию как с переливанием крови. Мы стоим еще на самом... У нас нет грунт, нету. Значит, я, наверное, тоже дам комментарий. Да, Мария Дмитриевна, вы абсолютно правы, что фекальная трансплантация – это экспериментальный подход. И да, мы все проводим фекальную трансплантацию исключительно под бдительным оком этических комитетов локальных. Мы на этическом комитете разбираем каждый случай неудачной фекальной трансплантации. Вот Татьяна Николаевна, когда выступала, мы каждый случай, когда нету ответа, а мы расцениваем это неудачной, потому что мы рассчитываем на ответ. Мы его разбираем, мы разбираем этого пациента, данные. С одной стороны, это некая информация о том, о применимости метода. С другой стороны, это новые знания с точки зрения нашей клинической практики. И, конечно же, только 2013 год ФДА одобрил фекальную трансплантацию и действительно только для лечения ванкомедицин устойчивой инфекции кластридиодефицитной. Это только идет накопление опыта. У подхода будущее есть. Вот будущее есть, но оно индивидуализировано. Оно должно стать в линейку абсолютно индивидуального подхода, который для онкологии, я думаю, стоит во главе угла, поскольку онкологических пациентов двух одинаковых не бывает. И, наверное, этот метод коррекции микрофлоры в сочетании с другими методами, однозначно нельзя рассматривать как монотерапию, имеет право быть и быть приемлем в этих стенах. Да, пожалуйста. Выявляются методы откровенно шарлатанские, в том числе и исследования микробиоты, которые не подтверждены ни исследованиями, ни практическими какими-то выходами, зато у них есть методические рекомендации. И каждый раз, когда мы видим различные доклады, касающиеся каких-либо интервенций, мы, конечно же, обращаем внимание на тот метод, который был применен для оценки микробиоты. Мы сейчас смотрим на микробиоту в отсутствии какой-то картины нормы или патологии. Мы всегда видим комплексное сообщество, состоящее более чем… мы практически не видели минимум 300 видов у человека, даже достаточно тяжело больных. И в среднем это 800 и более видов. Мы не можем применять методы, когда мы смотрим 30 штаммов, и не можем применять методы коррекции из 2-3 штаммов, восстановив вот это все многообразие. Мы сами проводим достаточно много клинических исследований и видим такие намеки. Конечно же, все идет в публикации. Я прошу прощения, буквально секундочку. Просто дело в том, что в другом зале уже начинается трансляция, там жесткий тайминг. Вы продолжите, я хочу сказать, во-первых, поблагодарить сегодняшний президиум, бесконечно фантастические доклады на высоком уровне доказательности, подтвержденные этическим комитетом. И я хочу сказать, что через год весь состав лекционной, новых участников мы ждем с новыми результатами и уже с нашим результатом, к нашим отечественным. Надеюсь, что мы сделаем все возможное, что присоединились в международный опыт. И, конечно же, спасибо всем большое. И я передаю вам слово и прошу прощения, я убегаю. Еще раз всем большое спасибо. Спасибо большое. Да, хроматомаспектрометрия крови, я откровенно могу сказать, шарлатанский метод. Второй момент, вот мне понравилось, что Роман уже отметил, что не только в фекальной трансплантации есть метод коррекции микробиоты, есть те самые файберы, то есть те самые питательные вещества, которые любят бактерии. Мы сейчас собрали достаточно большую базу, то есть продолжаем ее собирать. Практически все исследования, касающиеся интервенции, вот этот микробиом путем добавления специфических продуктов питания или пребиотиков или каких-то веществ, нас наиболее интересует. И мы сейчас уже начинаем свое клиническое исследование интервенционное в проверке некоторых недостающих гипотез. То есть мы понимаем, что есть порядка 30 классов пробиотических продуктов, и всегда можно подобрать, как было показано, респондеров и нереспондеров, то есть которые ответят и не ответят. Мы четко видим параллели вот таких вот связей. Это опять же ассоциативная связь. Мы видим микробиом, мы видим слабое звено. Обычно это очень прихотливые бактерии, которые исключительно питаются какими-то специфическими вещами. Мы добавляем какие-то продукты, составляющие рацион этих бактерий, и видим органическое нарастание конкретного вида, рода или может быть семейства. И мы каждый раз применяем достаточно сложный механизм биоинформатической обработки. Без этого практически сейчас исследование микробиота невозможно, когда мы должны сравнить примерно по 20 гигабайт данных, соответственно, из одного образца до и после, и посмотреть, какие же не просто там семейства перешли из процента в процент, а это гораздо более сложный анализ. Мы сейчас сделали абсолютно открытую платформу для всех исследователей, которые могут сейчас свои данные загружать и получать уже более-менее качественный однородный результат. В общем, спасибо большое. Призываю, опять же, к достоверности данных. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Я так понимаю, что Вы призываете даже не только к достоверности данных, но еще и к коллаборации. И Вы очень правильно сказали о разных направлениях коррекции микробиота. Об этом говорил и Роман Иванов в своем докладе. И, конечно же, повторюсь еще раз, апологеты фекальной трансплантации – это тоже не единственный метод, а это метод просто один из многих, который, в общем-то, требует тоже своего понимания в этой клинике и тех самых методов обработки данных, о которых Вы говорили. Спасибо большое. Спасибо.